Привет, с вами Велсу Ком, это iPhone 12 Pro Max с вот таким вот желтым кошелечком, про который я отдельно расскажу. И я все-таки фанат айфонов здоровых, теперь на 6,7 дюймов, это мое. Гигантская батарея, огромный экран, это прямо величие. Но есть странные люди, и я призываю вас в комментарии, вы вообще нахрена вот эти маленькие телефоны покупаете? Представляете, есть ретро-грады, которые до сих пор юзают, зашлите мне, iPhone 5s. Он уже не обновляется на последнюю iOS 14, но такие форм-фактор мне нравится, маленький вот этот телефончик. И есть люди, которые покупают iPhone SE, до сих пор вот этот вот в 2020-м находят где-то, за какие-то совершенно неразумные деньги, там, тысяч за 15 берут и радуются. И ты такой, блин, они говорят, кнопку люблю, вот чтобы маленький экранчик, мне не нужна эта лопата. Я использую телефон только для того, чтобы звонить. И я смотрю на них, думаю, чтобы я так, блин, жил. Люди, которые понаряднее, они, конечно, берут iPhone SE второго поколения, недавно вышедший, и он похож на все предыдущие iPhone 6, 7, 8. Пожалуйста, только здесь стоит последний процесс, ну, предпоследний, хорошо. И это, казалось бы, лучшее решение для тех, кто скучал по вот этим вот маленьким телефончикам. Но Apple берет могучими волосатыми руками вот это все, обнуляет его к хренам и говорит, Валя, на! Я засовываю туда свою руку и достаю знаете чего? Не то. Тут вообще много всего. Наверное, проще поступить так. Это Новый Год, Рождество и День Рождения в одном флаконе, я тебе отвечаю. Вот они, пусечки мои. iPhone 12 mini 1, iPhone 12 mini 2, 3, 4, 5. Все цвета, все цвета. Эти ништяки мы с вами отдельно распакуем, потому что хочется, конечно же, и огромные чехлы для 12 Pro Max посмотреть. И, конечно, отдельно поговорим про вот эти вот замечательные штуки. Я хочу ролик снять, потому что у меня есть, что вам рассказать. Я не ожидал, что такая простая, казалось бы, хренобобель изменит мое восприятие телефона вообще раз и навсегда. Чего? Ну, а сегодня мы с вами посмотрим на все 12 mini, на вот такой вот чехольчик, присандалим, давайте, вот такой вот замечательный leather wallet. И будем жить в счастье. Почему? Потому что я сам подустал от количества розыгрышей. Но ситуация тяжелее, чем народ. Мы взяли на себя ответственность в каждой распакованке продуктов Apple делать розыгрыш. Поэтому никуда не деться. iPhone 12 mini любого цвета. Тот, кто выиграет, сам выберет. Хочет зеленый, пожалуйста. Красный, который больше коралловый, welcome. Все, что нужно сделать, чтобы вот эту вот радость себе в кармашек положить, это. Подписаться или быть подписанным на канал Velsacom. Раз. Оставить один любой комментарий. Почему вы любите маленькие телефоны или наоборот выбираете большие. Имейте ввиду. И, конечно же, лайк опционально, но он даст вам плюс-плюс-плюс-плюс-плюс к удаче. И тогда в конце месяца я найду тебя, победитель. И отдам вот эту радость. Когда, блин, все это кончится. А Apple еще и новые MacBook анонсировала. Говорит, на следующей неделе выходит. Это слезы радости. На самом деле, народ, неважно, какой у вас телефон. Старый, новый, большой, маленький. Главное, чтобы он работал на 100% и радовал вас. А для этого он должен обладать хорошим, быстрым интернетом, качественной связью. И у меня есть для вас отличное предложение. Тариф Internet Velsacom Edition от меня и Мегафона. Мы делали этот тариф вместе. Я сам им пользуюсь. И он офигенный. Он оптимальных денег стоит. Там есть все, что нужно. Тут безлимит, тут огромное количество гигабайт. Всякие еще плюхи дополнительные. В общем, по ссылке в описании изучайте. И можете оформляться. Чекайте условия по ссылке в описании. Ну и, конечно, стоит отметить, поскольку это мой тариф. Мы всякие активности в течение этого времени проводили. Вот сейчас совсем скоро будет ролик, где я звоню абонентам моего тарифа. Мы общаемся. Еще классный ролик совсем скоро на канале. Переходите со своего тарифа, с других операторов. Оформляйте в салоне, как вам удобно в интернете. Потому что, блин, надо, чтобы ваш телефон работал еще раз на все 100%. Ну что ж, народ, именно так выглядит счастье. Мы с вами в распаковке iPhone 12 отдельно отмечали зелененький, синенький, конечно же. Черный, белый, ну понятно. И красный тоже приятный. Вот такой чехолчик, я передумал, будет белый, чтобы матчился с красивым синим Laser Wallet. И, конечно же, отдельно стоит напомнить, что iPhone 12 mini в версии на 64 гигабайта стоит 70 тысяч рублей. Но не забывайте, что в комплекте к ним не идет адаптер питания. Он продается отдельно и стоит 2000 рублей. Поэтому мы просто понимаем, что если у вас нету старого блока питания с USB-C, имейте в виду, потому что провод здесь именно такой, вы плюсуете 2000 просто на старте. Тогда все складывается. Ну и, конечно, как обычно, 64 гига это преступно мало, наверное, если вы хотите использовать телефон как нечто большее, чем нежели просто звонилку. Поэтому сразу метим в 128, а там ценник какой? Правильно, 75 тысяч рублей. Но при этом это все равно меньше, чем базовый iPhone 12. Он вам обойдется в 80 тысяч рублей на старте. Но перед тем, как открыть этих красавцев, я все-таки вернусь к iPhone SE первого и второго поколения для того, чтобы сравнить их с iPhone mini 12. Я думаю, многие за этим в этот ролик и пришли. Что важно знать про эти смартфоны? iPhone SE вышел в этом году. Понятное дело, что он свеженький, на процессоре A13 поддерживает iOS 14, все в нем хорошо. А вот этот смартфон выходил много лет назад, и он до сих пор поддерживает тоже iOS 14. Вот это прям, я понимаю, величие. В следующем году, как говорят, андроиды старые перестанут в интернет ходить, а Apple поддерживает устройство, которым много лет. Тут нам потребуется ножик. Так вот, iPhone SE первого поколения унаследовал свой дизайн, наверное, от iPhone 5s в первую очередь, потому что пятерка все-таки отличалась. Здесь уже и сканер отпечатков пальцев в кнопке, и вот эти все цвета приятные и так далее. И ты знаешь, вот красиво состариться, это надо уметь. iPhone SE это про это. Смотри, опа, вот так вот, опа. И он прям вот пуся такая. Он прям малюсенький, он прям приятненький. Но он прямо до сих пор еще могет, он прямо красивый. Он классный девайс. Он прям вот настолько стильный, что он до сих пор смотрится фантастически круто. Ну а главное, его можно поставить вот так на ребро. И он стоит. И всем своим видом показывает, что он еще может. Но смотри, здесь в комплекте, кроме всего прочего, у нас с вами, да, 1 амперная, но все-таки зарядонька. Раз. Вот так вот бумажник снял. И здесь у нас лайтник, здесь у нас наушнички. Все понятно, все просто, все замечательно. У нас, кстати, какое-то очень странное все это желтое. И что-то какое-то SE. SE как будто какой-то прямо потасканный жизнью. Не первый свежий SE, чувствую, что он аж пересобран был пару раз. Но так бывает со старыми устройствами. Извините. Тут как бы, да, и коробка какая-то. Короче, вот такой, какой добыли, такой добыли. Но сам факт, iPhone SE велик. Дальше к нам подъезжает iPhone SE второго поколения, который сделан на базе iPhone 6, 7, 8. Понятное дело, что этот ближе к восьмерке, потому что у него стеклянная задняя крышка. И мы с вами говорим, что вот этот самый, наверное, интересный. Таких комбинаций раньше не было. Чтобы белая спинка и черная лицевая панель, потому что белая была белая со всех сторон. Мне дико нравится. И если вы вдруг решитесь брать iPhone SE второго поколения, берите в таком исполнении. Просто муа, вообще секс воплоти. И вот он, конечно, кайфовый. И ты когда рядом их кладешь, ты такой, ну, понятно, что этот больше стал. Этот совсем маленький. Но есть люди, которые до сих пор кайфуют от того, что у них не очень большой экран. Что у них в целом очень компактное устройство. Леша, который сейчас стоит за камерой, ровно из-за этих странных людей. Я говорю, Леша, зачем ты ставишь старые телефоны, неинтересно. Он говорит, а мне не надо. У меня есть компьютер мощный, я на нем все дела делаю. А телефон исключительно для того, чтобы мессенджер есть, есть. В Instagram лайки ставятся, ставятся. Что тебе еще надо? И то, что он недолго работает, это как бы отдельная песня. Короче, телефоны великие. Этот вообще с историей. Этот, я думаю, будет супер популярен через год-два, когда сильно подешевеет. А на процессоре своем нарядном он еще столько лет проработает, сколько ни один Android даже в самых светлых мечтах не видал. И вот на этом месте мы переходим к iPhone 12 mini. Как процесс распаковки телефонов сделать увлекательным? Давайте придумаем челлендж. Значит, если я не успею распаковать их за одну минуту, то в этом ролике мы разыгрываем не один iPhone 12 mini, а два. Внимание. Siri, поставь таймер на одну минуту. Ну, пока она ставит таймер, уже можно все распаковать. Ее! Пошло время! Значит, я их открываю, достаю из коробки, снимаю пленочку, закрываю коробку и кладу сверху. Вот такой вот у меня челлендж. Сам себе придумал, сам себе, короче, все сделал. Красавчик! Вот умею, практикую. Блин, слушай, они прямо хорошие. Хорошие. Прямо мне нравятся. Прямо вот отличаются, казалось бы, да? Ух, блин, красный-то какой. Они все вроде те же самые, но ни хрена не те же самые. Они прям чуть-чуть отличаются за счет диагонали. Даже цвет как-то играет и смотрится иначе. Какой же зеленый, кайфовый, ребята! Я прям вам советую взять зеленый. Это прямо величие абсолютнейшее. А вот этот вот черный, ууууу, Вася, вот так вот. Чу! Вообще на опыте. Так, выдохнули. Выдохнули. И вот оно, то, что вы ждали. Я беру красный айфон. Я беру белый айфон. И он меньше, ты понял? Меньше, чем айфон SE, который люди любили. Типа он компактный вообще. При этом, с точки зрения начинки, айфон 12 мини от айфон 12 не отличается вообще ничем. Ну, кроме того, что здесь по понятным причинам меньше батареек. И диагональ экрана. В большом 6,1 дюйма, здесь 5,4. Это самый маленький флагман, наверное, из тех, что можно сейчас купить на рынке. Понимаете, какая штука? Ну, понятно, что есть прошка, но как бы мы уже перешли в состояние, когда айфон 12 тоже флагман. И нечто подобным развлекалось Sony в свое время. Помните, делали вот эти классные версии, когда это действительно флагман-флагман, только в миниатюрном корпусе. И оно даже залетало. Я не знаю, что они вдруг перестали, но у Sony сейчас вообще тяжелые времена. Ну, ты посмотри. Я думаю, с помощью айфон 12 мини Apple сейчас в свои ряды перетянет огромное количество людей, сомневающихся. Во-первых, это, конечно, апгрейд со старых семерок, восьмерок. Вообще, welcome. Смотри, диагональ выросла. У тебя вот здесь было 4,7 дюйма, а здесь стало 5,4. То есть приличный рост. При этом сам телефончик стал еще и меньше. Ну и, конечно, конечно, хочется взять каноничный iPhone SE. И мы с вами понимаем, что он, конечно, и уже, и, конечно, короче, и тоньше. То есть он во всех смыслах меньше. Но, наверное, эстетически, как-то с точки зрения преемственности и того, как он лежит в руке, один, блин, в один. Даже этот, наверное, похуже как-то, ты знаешь. Вот его держишь в руке, он какой-то прям... Он уже какой-то, ну, совсем маленький. Блин, я помню, когда этот 4-дюймовый экран казался просто гигантский. Ты такой, господи. А сейчас держишь в руке, ты посмотри. Может, у меня, конечно, рука жирнее стала за это время, не исключаю. Но мне вот этот уже держать просто как-то неловко. И этот, наверное, вот оптимально. И нашим, и вашим, как говорится. Вот этот прям нравится. Блин, ребята, я не знаю, как Apple это делает, но это прямо очень круто. iPhone 12 mini. A14 Bionic. Две камеры. На всех ночной режим. Широкий и суперширокий угол. Deep Fusion. Все вот эти радости. OLED-экран. Ядрить, колотить. Зелененький берешь и все. У меня сын просто сказал, папа, я хочу mini. Он любит все маленькое тоже. Он говорит, я хочу mini. Смотри, какой прям приятный телефончик. Ё-моё, ребята. 12 mini это победа. Так, это понятно. Но, смотри. Та-да-да-дам. Вот где. Вот где. Смотри. Это ты. А это парень, к которому она просит тебя не ревновать. Понял, да? Это ты. А это сын маминой подруги. Да? Вот эти вот, ребята. Это твоя зарплата. А это кредит на iPhone. Да, очень забавно, что производители Android-смартфонов долго игрались с компактными вариантами. То есть, Sony была далеко не единственной. И когда они наигрались, и вроде стало очевидно, что никому вот эти маленькие телефончики не нужны, Apple такая, ха-ха-ха, подержите мой Red Bull. Или что-нибудь там пьют у себя в Купертин. Apple такая, подержите мой морковный смузи. Смотри. Опа. Вот такая штучка. Блин, ну это, конечно, прикол. 5,4, 6,7. Так-то вроде кажется, в диагоналях там не так много. А вот ты посмотри, это просто звериная какая-то разница. Просто. Просто жесть. Просто что творится. Охренеть. Но для полноты нам нужно еще и двенашку взять, чтобы прям совсем понять, в чем вообще как бы логика-то, а? Двенадцатый я чуть не нашел, все на студии растащили, но 12 Pro он в тех же габаритах, это посмотри. Ну это прям просто, просто, что вообще происходит. Прям вообще, вот этот кажется Максом, вот прям вот большим, а это всего лишь 6,1 12 Pro обычный. Да, он прям такой пуси вообще, при этом нормальный экран. Молодцы Apple, что могу сказать. Вот это красивая линейка. Меня единственное, что смущает, что 12 и 12 Pro, они в одной диагонали. Нужно было 5,4, 12 Pro, как и раньше, 5,8, 12, 6,1 и 12 Pro Max, 6,7, хрен бы с ним. Тогда была бы вот такая линейка, прям сложившаяся. А так получается, что 12, 12 Pro, ну фиг знает. Ну я под впечатлением. Это круто, блин, это круто. Ну и собственно вы должны понимать, что iPhone 12 mini отличный летний телефон. Когда ты идешь в своих шортиках, вот этих вот приятных, и у тебя в кармане лежит грабина уровня 12 Pro Max, шортики падают в самый неподходящий момент, понимаешь? А вот этот ты кинул и все. Тут тебе Apple Pay, тут тебе вся же пылевлагозащита. Хочешь купаться, пошел, пыщ-пыщ поснимал. Потом вечером вернулся, взял большую лопату и пошел дальше свои дела делать. Охренеть. Слушайте, это будет бестселлер. Я вам отвечаю, это самый дешевый iPhone 12 в линейке, понятное дело, mini. Он очень интересный по форм-фактору. Он такой же кайфовый, как и 12 просто. И это будет разрыв. Единственное, что меня смущает, это время работы. Но мы обсудили тут на студии и пришли к выводу, что люди, которые страдали вот с этим телефоном, или страдали вот с этим телефоном, говоря о времени работы, они также весело будут страдать с этими телефонами. Для них ничего не изменится. То есть, основной все-таки, наверное, костяк, так сказать, пользователей, это беглецы со старых айфонов. Поэтому для них все будет очень понятно и в рамках всех. Те пауэрбанки, которые они копили все эти годы, они найдут свое применение здесь тоже. Ну а я все-таки выбираю. Даже не 12 Pro. Он оказался мне недостаточен. Я беру 12 Pro Max. Не потому, что мне прям дико-дико нравится эта диагональ, хотя я кайфую. Мне нравится время работы. Запредельно кайфовое. Вообще не парюсь. В течение дня, что бы я ни делал, играл в колду, сидел в Инстаграме, еще чем-то занимался, до вечера хватает с запасом. Об этом я отдельно расскажу. Ставьте лайкусики в целом, если вам интересно сравнение всей линейки 12-х айфонов. Наверное, есть смысл апдейтнуть историю, какой айфон выбрать в 2020 году. Слишком сильно изменилась линейка. То, что я говорил вам в начале года, сейчас уже не актуально. И я думаю, мы это сделаем. Так, ну давайте взглянем все-таки набор аксессов, потому что мне интересно, как вот этот, собственно, валет будет сидеть. Допустим, я выбрал черный, потому что я живу в России. Я выбираю черный айфон, это как положено. Но в какой-то момент я понял тленность бытия, и все-таки взял вот такой вот замечательный белый чехольчик. Он у нас силиконовый, с поддержкой MaxSafe, конечно же. Вот так просто убирается туда айфон. Блин, так вообще прям дежавю. Очень похож на айфон 5s, наверное, за счет того, что он квадратный, вот в этом полном чехле. Я прям помню, как я стою в Англии в очереди за этими айфонами 5s. Вот примерно так он и ощущался. Отвечаю. И дальше, чтобы совсем выделяться, ты берешь вот такой вот замечательный валет. Ты его вот сюда вот так вот чпуньк. И смотри, интересно, он прям вообще в габаритах четко под айфон 12 мини. Вот такая маленькая штучка, такая чпуньк. И, соответственно, у тебя черный телефон, белый чехол, синий валет. Зачем тебе валет? Не знаю. Вообще нахрен не нужен. Но ты просто делаешь вот так на магнитике. И тебе кайфово, понимаешь? Ты вот так вот его в руках теребонькаешь. Блин, об этом мы тоже отдельно поговорим. Ребята, вот это просто величие. Как второй телефон. Как телефон для людей, которые не очень хотят активно пользоваться именно смартфоном в течение дня, но хотят, чтобы все-таки это было современное устройство. iPhone 12 мини это разрыв всего. Это очень круто. Я даже не знаю. Не зря iPhone 12 мини мы распаковываем самым последним во всей линейке. Честно говоря, они меня впечатляют больше, чем все. 6.1 мы видели. Огромный Pro Max был, ну да, он стал на 0,2 дюйма больше. Но вот эти малышки, это прямо ух. Слушайте, буду тестировать. Очень интересно время работы. Мы сравним, поэтому будем включать, смотреть и так далее. Дальше. Вы все видели, вы все знаете, мы обо всем рассказывали. В этом видео нас интересовало два момента. Как это все друг с другом матчится и, конечно же, что происходит вот в этом состоянии. Ты посмотри, он даже в чехле, блин, меньше. Он даже в чехле меньше, чем iPhone SE второго поколения. Вот настолько он мини. Ты посмотри, он толще, конечно, причем так прилично за счет квадратных вот этих граней, но здесь защита экрана, поэтому он не такой толстый, как вы сейчас в профиле его видите. Но это прямо ух. Ты посмотри, он присо... Ты посмотри, что творит. В руке просто как влитой. Да. Респект ребятам из Apple. Это было стильно. Спасибо, что смотрели это видео. Еще раз, принимайте участие в нашем конкурсе и чекайте описание, там все правила. И увидимся, потому что в интернете происходит постоянно что-то новое, интересное. Я вообще уже офигеваю от того, сколько всего классного, но потому что такой ноябрь, а впереди еще декабрь. И макбуки на процессорах М1, и все-все интересно, все хочется потрогать и вам рассказать. Поэтому я надеюсь, вы это тоже цените. Увидимся.